Россия перебросила в Таджикистан ракетные комплексы «Искандер». Российские спецслужбы снова задержали трудовых мигрантов. Правозащитник из ЗАД ОМОН был задержан в Москве. Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» переброшены в Таджикистан для учений в рамках сотрудничества между странами СНГ «Душанбе антитеррор-2017», сообщил в четверг командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Отмечается, что в ходе учений ракетчики выполнят боевой пуск ракеты по базовому лагерю, как выразились военные условных террористов в горах. С 30 мая по 1 июня на территории двух военных полигонов Хатлонского гарнизона Таджикистана «Харп-Майдон» и «Ляур» пройдет активная фаза международных учений «Душанбе антитеррор-2017». Напомним, ранее в Таджикистан уже были переброшены фронтовые бомбардировщики Су-24М с авиабазой «Шагол» в Челябинской области, а из Новосибирска в центрально-азиатскую страну прибыли вертолеты Ми-8 и Ми-24. Сотрудники ФСБ России задержали в Москве четырех трудовых мигрантов по обвинению в членстве в исламском движении и приготовлении к организации терактов в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России 25 мая 2017 года. При обыске у задержанных изъята исламская литература, а имена задержанных не сообщаются, однако известно, что все задержанные являются выходцами Центральной Азии. Напомним, что сразу после подозрительно выгодного для существующего режима теракта в Санкт-Петербурге, то есть начиная с марта, российские силовики устроили самую настоящую кампанию по преследованию и дискредитации трудовых мигрантов из Центральной Азии. За последние два месяца сотрудниками спецслужбы были задержаны около трех десятков трудовых мигрантов, причем на каждого из них было сфабриковано уголовное дело по обвинению в терроризме. 20 мая текущего года в Москве был задержан таджикский правозащитник из ЗАД ОМОН. Формальным поводом для этого стало проведение одиночного мирного пикета, целью которого было привлечение внимания к невыплате заработной платы со стороны компании «Элит.ру» трудовым мигрантам из Центральной Азии. Спустя время из ЗАД ОМОН был освобожден, однако сам факт абсолютно неправомерного задержания вызывает беспокойство. Ведь известный правозащитник был задержан за то, что хотел привлечь внимание властей и общества к преступлениям и добросовестных работодателей, которые, по всей видимости, решили воспользоваться политической ситуацией и всеобщей травляй трудовых мигрантов в своих интересах. Напомним, что из ЗАД ОМОН не единственный специализирующийся на защите трудовых мигрантов правозащитник, в отношении которого было осуществлено незаконное преследование. Известный российский правозащитник и сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хамроев также был неоднократно задержан. В его жилище неоднократно были проведены обыски сотрудниками ФСБ. Единственное, что у вас...